Ну что ж, отдел международных, переходим к делам нашим, экономическим. В Казахстане будет принята специальная бюджетная программа по развитию инфраструктуры в сфере туризма. Ответственные органы планируют усилить поддержку инвесторов, готовых вкладывать средства в строительство новых объектов. Эти меры позволят решить имеющиеся в отрасли проблемы и в разы увеличить приток иностранных туристов. Подробнее об этом расскажет моя коллега Айсулу Махмутова, ведущая рубрики «Главная цифра». Она уже в студии. Айсулу, добрый вечер. Тема как никогда актуальна. У нас, кстати, на следующей неделе ожидается очень большое мероприятие саммит ШОС. А вообще, что у нас в целом делается в сфере туризма для наших иностранных гостей? Насколько мы готовы? Приветствую, Илья. Да, вы правы. Такие масштабные проекты, как ШОС или предстоящие Всемирные игры кочевников, просто обязывают ответственных за туризм быть готовыми к встрече зарубежных гостей. Однако в этой сфере не все так гладко. Об этом ранее говорил и глава государства. Критика принята и ответственные органы уже приступили к разработке плана мероприятия. Подробности далее в рубрике «Главная цифра». В прошлом году в стране в сфере туризма реализовали больше 30 инфраструктурных проектов на 130 миллиардов тенге. Туристическим объектам подводили электричество и воду, сооружали канализационные сети, ремонтировали дороги всего около 200 километров. Работы в этом направлении продолжаются. Более того, по поручению президента будет разработана специальная бюджетная программа, которая позволит реализовать еще десятки проектов и решить множество накопившихся проблем. Второй момент, который требует внимания, это усиление работы с инвесторами и оказание им всесторонней поддержки. Например, построить отель где-то в регионе окупаемость всего будет, наверное, свыше 20 лет. С помощью мер государственных поддержек, например, льготное кредитование, субсидии, которые у государства есть, например, в виде возврата части затрат инвесторов, а также вот эти преференции вместе с хорошей инфраструктурой позволяют сократить вот этот срок окупаемости с 20 до 10 лет, например. И в этом случае инвестор уже, конечно, более заинтересован будет приходить и застраивать. Отчего у нас, например, часто возникает жалоба наших туристов о том, что у нас дорого, либо не соответствует сервис, это от того, что именно не хватает конкуренции. А чтобы конкуренция появилась, нам надо больше инвесторов привлекать. Для этого, соответственно, надо создавать условия. Тем временем количество туристов ежегодно растет. В прошлом году страну посетили больше 9 миллионов иностранных граждан, и только 10% остановились в отелях. При этом средняя продолжительность пребывания гостей в Казахстане составила 4 дня. Хотя всемирная же норма 5-7 дней, говорят специалисты. Они отмечают, что необходимо вести правильный учет пребывающих, сместить фокус с количества на качество. Весь мир считает туристов по пересечению к жениц. Почему? Потому что, чтобы получить от него максимальный эффект. То есть гость приехал иностранно к нам в страну, неважно, чтобы поучаствовать, например, в мероприятиях ШОС, которые в эти даты проходят, либо по деловым каким-то целям, либо просто отдохнуть. Экономика должна увидеть эффект от этого гостя. То есть он пользуется гостиницей, либо альтернативным местом размещения, он пользуется городским транспортом, либо такси, он питается в городе, либо в других локациях. И вот путь туриста, когда правильно проложен, мы можем от него получить максимальный эффект. Сейчас, конечно, в фокусе внимания у нас в нашем государстве больше остается количество этих приезжих туристов. Но здесь предлагается сместить фокус именно на тот экономический эффект, который от них остается. Вместе с тем в центре внимания специалистов теперь три основные туристические локации. Алматинский горный классер, Шучинская боровская и Мангставская курортные зоны. При этом задачи, стоящие перед ответственными органами, разные. В Боровом, к примеру, необходимо разгрузить поток туристов. Для более комфортного пребывания гостей требуется организовать места отдыха на берегу близлежащих озер. Благоприятная ситуация складывается в Мангставской области. Там налажена инфраструктура, решается вопрос со строительством отелей с разной ценовой категорией и уровнем сервиса. В случае же с Алматы там наблюдается острая нехватка мест размещения. Потому что он принимает половину потока иностранного или там четверть всего потока, который туристов у нас есть, да. При этом, чтобы он мог еще больше принимать туристов, необходимо расширять инфраструктуру именно годного туризма. Например, по всему миру как работает? Ты начинаешь с одного годного курорта, потом переходишь в другую. То есть несколько этапов. Так, неделями можно кататься, например, или гулять по этим годам, да. А у нас эти годные системы пока что не связаны. То есть связи этих годных систем играют сейчас, наверное, ключевое значение. Отмечу, что с января по март этого года отечественные курортные зоны обслужили около 800 тысяч посетителей. Это на 63 тысячи человек больше, чем за аналогичный период 2023-го. В топ-5 мест отдыха вошли Алматинский горный кластер. Его посетили больше 550 тысяч гостей. Почти 70 тысяч человек отдохнули в Щучинско-Боровской курортной зоне. И чуть меньшее количество туристов выбрало Мангстау. Это 57 с половиной тысяч человек. В пятерку также вошли Туркестан и Алтай. Эти курортные зоны посетили около 50 тысяч туристов. Это вся информация, Илья? Передаю слово вам. Спасибо большое. Тема очень важная, актуальна. Мы к ней регулярно возвращаемся, потому что понимаем, что какой огромный мультипликативный эффект есть у туризма. Здесь развитие транспорта, в целом развитие малого и среднего бизнеса. Спасибо большое. Будем к этому стремиться. Это была Айсулла Махмутова с ее главной цифрой. Ну а мы движемся дальше. Спасибо большое.